в открытую дверь часть 1 никакого предугадывания никакого ожидания чтобы что-то произошло мы целиком настоящим просто позволяем быть этому состоянию сознания свободному от будущего от прошлого вневременное присутствие в настоящем за этим мы здесь вы пришли сюда не для того чтобы подпитать себя новыми мыслями идеями концепциями возможно некоторые из них полезны но вы здесь не для того чтобы коллекционировать указатели на которых написано рим или мекка или просветление чтобы затем вернуться домой поставить их на книжную полку и затем поклоняться указателю или концепции мы здесь совсем для противоположной цели разорвать связь с концепциями идеями это звучит несколько пугающе для ума отпустить мысль безмолвие состояние сознания свободное от шума это не удаленная цель не нечто для достижения в будущем если бы вас уже не пробудилось это сознание вы бы сейчас не сидели здесь но для их для ментального образа я который есть не что иное как идентификация себя со своей историей со своим прошлым будущем это может быть пугающим без мысли кто я тогда без моих мыслей ослабление связи с мыслью и в пределе выход из навязчивой потребности думать тогда возникает настоящее состояние ясности простоты просто бытие очень глубокое позволение настоящему моменту быть каким он есть это любовь это сострадание это глубокая забота и обнимание того что есть другими словами обнимание жизни говорение жизни да где жизнь здесь сейчас жизнь не может существовать отдельно от здесь и сейчас отрицание сейчас отрицание сейчас сопротивление сейчас бегство и сейчас ментальное стремление попасть в следующий момент поскольку сама реализация связывается с будущим и вы утрачиваете жизнь любви достигнув 85-летнего возраста вы по-прежнему что-то ищите и утрачиваете любовь божественное измерение которое здесь в каждый момент момент настоящего всегда единственный существующий момент времени проявляющийся в различных формах он может быть внешне прекрасным красивые окрестности милые люди сидя здесь в зале легко войти в состояние позволения состояние приятия всего бывает что в настоящем случается что-то плохое вы опоздали на автобус или на самолет или произошел крах жизни или какие-нибудь другие потери обычно в таких случаях возникает активное неприятие сопротивление происходящему глубокое нет тому что есть это реакции маленького я то есть сформированного умом чувство собственного я наша история она порождает упорное нет настоящему моменту времени приходят вызовы жизни нет интенсифицируется принося с собой боль и страдания чем сильнее вызов жизни и чем глубже нет тем острее реакция отрицания то что я называю маленькое я это созданный умом образ кто я есть основанный на прошлом но не только существенная часть я базируется на интерпретации происходящего все получает интерпретацию люди обстоятельства события на протяжении многих лет в голове складывается образ я это наша история она неотъемлемая часть образа себя все живут в этом мире фикций порождаемых умом наше я главный производитель этих фикций жизнь может превратиться в большую драму трагикомедию или их смесь и все из-за нашей идентификации со своим маленьким прошлом со своей историей которая постоянно требует умственного возобновления маленькое я живет в постоянном сопротивлении тому что есть поскольку искусственное образование не может поддерживать себя кроме как через сопротивление настоящему или через отрицание настоящего истории жизни каждого человека это рассказ о его маленьком я и в своей глубине он неудовлетворительны каждый кто сейчас здесь сидит смотрит на историю своего я и заключает что дела шли не совсем так как им следовало бы идти я не так представлял свою жизнь как будто бы что-то не удалось пошло не так не случилось не произошло элемент неудовлетворенности присутствует в истории каждого я всегда в зале найдется один-два человека которые думают про себя возможно речь идет о других но не обо мне у меня все окей я только что нашел своего идеального партнера я влюблен и моя история идет к счастливому завершению нет ко мне это не относится кому-нибудь другому возможно но только не ко мне моя история со счастливым концом я получил работу о которой мечтал выиграл в этой 5 миллионов долларов и так далее и тому подобное если я угадал давайте встретимся через год когда вы вернетесь после медового месяца счастливый конец это из фильмов это из сюжетов для масс-медиа в большинстве фильмов да и счастливый конец каким его представляет себе наше маленькое я просто режиссер вырезал то что начинается после свадьбы для многих из нас может стать настоящим откровением что не только у него истории жизни ему не нравится что у других то же самое я думал что у меня одного жизнь идет как-то не так а у других все нормально чем длиннее история тем я чувствую себя менее состоявшимся рассказ о боли о страдании о сожалении маленькое я может сказать ну ладно до сих пор жизнь шла как-то не так но у меня еще есть будущее вот средство прийти к счастливому концу будущее занимает такое значительное место в жизни каждого из нас поскольку маленькое я уповает что там в будущем оно сможет пережить хэппи энд каждый понимает счастливый конец по-своему для одного это материальный успех для другого идеальный партнер для третьего достижение в конце концов состояние просветления но всех объединяет одно настанет день и это произойдет будущее обещает исполнение мечты самореализацию вот почему все устремлены туда несколько дней назад я был в Нью-Йорке там все передвигаются почти бегом постоянно представьте инопланетянина глядящего на происходящее куда бегут эти люди конечно же в будущее они бегут из недостаточно хорошего настоящего я маленькое я будет всегда отчаянно стремиться в будущее если вы не сможете высвободиться из истории своего я именно это мы сейчас делаем посредством осознания природы своей истории мы начинаем постепенно выходить из нее поскольку она может продлевать свое существование только оставаясь бессознательной она может поддерживать себя свою фикцию маленького я только будучи бессознательным движением но когда вы смотрите на структуру ума когда наблюдаете за его деятельностью осознание этого становится началом конца вашей бессознательности которая была частью многотысячелетнего бессознательного в человечестве и так наблюдение за природой ума за механикой бессознательного в его структурах но не только наблюдающий больше не является их частью смотрящий является собой новое не обусловленное ничем сознание и это новое сознание рождается сейчас в зале и так если вы еще не вышли из истории своего я то самым ужасным для вас будет вдруг лишиться будущего я маленькое я впадает в панику моя история подошла к концу если у меня отнимут будущее моя история не сможет обрести счастливый конец самое страшное что можно сказать такому человеку что у него совсем или почти совсем не осталось будущего здесь в зале невидимым образом вы постепенно освобождаетесь от своей одержимости будущем постепенно очень медленно если это сделать рывком маленькое я в ужасе выбежит из зала поиск спасения в будущем исполнение желаний таков один из аспектов будущего с точки зрения маленького я с другой стороны будущее его пугает я влечется в будущее как счастливому концу своей истории но я также знает что будущее убьет его в конце концов так и произойдет перед маленьким я возникает неразрешимая дилемма оно тянется в будущее как к своему ответу к спасению к исполнению желаний и в то же время оно постоянно боится будущего может произойти что угодно можно все потерять будущее беспокоит меня во всех действиях человека в скрытом виде присутствует обе мотивации стремление в будущее в духовных учениях традиционно называют желанием и другая другая сторона будущего боже что будет со мной что будущее сделает со мной возникает страх человек беспрерывно мечется между полюсами этой нескончаемой дилеммы желание и страх тяга к будущему и отталкивание от него в одно и то же время при этом фикции я не может поддерживать себя без оппозиции к чему-либо я чтобы укрепить себя нуждается в конфликте беспреживно поскольку наличие я зависит от наличия не я я и весь остальной мир только так может поддерживаться иллюзия самостоятельного обособленного существования из глубинного страха перед будущем возникает постоянное напряжение как физическое так и психическое маленькое я защищается иллюзия отдельного от всех существования требует наличия врага возьмите учебники по истории прошлое человечество на 90 процентов это описание сумасшествия каждый кто заглянет в эти книги воскликнет безумие чтобы найти корни человеческого безумия мало сказать они безумцы нужно еще сказать я тоже безумия я тоже сумасшедший очень позитивное открытие поскольку то место где возникает такое видение это место здоровья только зарождающиеся здоровье может воспринять безумие в человеческой истории помимо индивидуального есть еще коллективное безумие невероятное убийство причинение колоссального страдания откуда это все берется это делает индивидуум поглощенный структурами эгоистического чувства собственного я ему необходим враг враг не обязательно в виде другого человека но и в виде ситуации условий жизни даже в физической территории однако все враги маленького я коренятся в одном его главном враге в настоящем моменте времени маленькое стремится убежать из него или борется с ним нашему я нужны враги ему не нужен настоящий момент ему нужно что-то другое но что есть момент сейчас жизнь потому что жизнь не может быть ни в каком другом месте ни в какое другое время кроме как сейчас получается что маленькое я живет в оппозиции к жизни его врагом является сама жизнь которая есть настоящий момент я против универсума если это не сумасшествие то что тогда иногда на короткое время маленькое я получает облегчение но оно длится недолго поскольку маленькое я не может позволить себе не быть в оппозиции тому что есть оно не может долго пребывать в мире не может пребывать в радости любви потому что все перечисленное возникает из внутреннего непротивления тому что есть из глубокого объятия того что есть маленькое я боится этого объятия само его существование зависит от неприятия того что есть признание этого факта удивительный акт осознанности внутри этого осознавания маленькому я нечего делать но эгоистическое я обладает инерцией оно продолжает функционировать глубинная нужда уживленная в саму структуру эгоистического ума это потребность в несчастье она никогда не пропускается в сознание поскольку само выживание этой ментальной структуры зависит от бессознательности если вы осознаете ее вы неожиданно увидите вау я хочу быть несчастным это безумие конечно это желание реализует себя скрытно поэтому причина несчастья всегда ищется где-то вовне то делает меня несчастным другое делает меня несчастным настоящее делает меня несчастным но что действительно делает меня несчастным пока причина несчастья неосознанно она ищется снаружи постоянная интерпретация если бы мне удалось изменить обстоятельства все стало бы хорошо и вы вступаете в непрекращающуюся борьбу с тем что есть мне нужно изменить то или другое чтобы устранить мое несчастье если я смогу заставить вести тебя по-другому наступит мое счастье но это иллюзия большинство людей до конца своих дней пребывает в этой иллюзии ах если бы все было по-другому не видя что несчастье вживлено в саму структуру ума ему нужно бороться чтобы поддерживать состояние отдельности я нуждается в конфликтах по врагах оно нуждается в несчастье предположим вы встретите человека с которым у вас получилось несколько первых дней пребывать в любви в гармонии возможно неделю две месяц тотальной гармонии затем что-то случается так как накопилась совершенно другая энергия вам захотелось вернуться в конфликт уехав на какой-нибудь необитаемый остров в тихом океане первое время вы будете чувствовать себя счастливым но будьте уверены что несчастье которое внутренне присуще эгоистическому уму найдет причину чтобы вы были несчастны здесь в раю найдется что-нибудь не так все что угодно комары скулка допустим некто создал для вас идеальное условие и устранил все причины для несчастья все равно оно возникнет из-за невыносимой скуки может даже привести на грань самоубийство понаблюдайте за ребенком который живет в условиях максимального благополучия у него все есть и все равно у него глубокая неудовлетворенность всем на свете маленькая может возмутиться все что вы тут говорите может быть и верно в отношении других но мое несчастье реально я несчастен поскольку у меня есть весомые причины быть несчастным другие могут волуждать в иллюзиях но мое несчастье настоящее наблюдая за всем этим приходишь к удивительному осознанию что вся жизнь вертится вокруг этой структуры ума несчастье Буна для описания того же самого использовал понятие страдания в других традициях используется понятие иллюзия в христианстве грех впоследствии это слово обрело несколько иной смысл однако Иисус говоря о грехе изначально подразумевал то же что и Будда который называл повседневное состояние человека докха то есть неудовлетворенность страдание несчастье посредством простого наблюдения причина человеческого несчастья эгоистический обусловленный прошлым ум начинает не растворяться что происходит затем ваше внимание перемещается в настоящее и закрепляется в нем эгоистический ум привыкший к проблемам может сказать боже сколько времени должно уйти на то чтобы избавиться от иллюзий порождающих страданий потребовались сотни тысяч лет чтобы они сформировались страдания не персональная проблема это всеобщее состояние человека если так долго оно формировалось сколько же нужно времени чтобы выйти из него еще одна сотня тысяч лет эго воскликнет да да нужно время дайте мне время поэтому так привлекательны религиозные культы каждый из них что-нибудь обещает вы станете исключительным вы достигнете или в случае коллективного эго маленький я держится друг за друга и говорят мы мы достигнем та же самая иллюзия только слегка видоизмененная мы и остальной мир некоторые страны ведут себя так же мы и весь остальной мир посмотрите на великие там персональное эго лидера становится частью коллективного мы нужно выйти из этой иллюзии сейчас культ обещает достижение и дает время лидеры обычно говорят если ты будешь следовать за мной достаточно долго ты станешь как я ну или почти как я это влечет потому что дается время с одной стороны страстное духовное желание быть свободным но возвращается эго и использует это самое желание дайте еще времени и искатели потому привязываются к культам поскольку считают что им нужно время чтобы освободиться парадокс заключается в том что для освобождения от обусловленного ума не только не требуется времени но время и есть та самая иллюзия в которой ум длит свое существование ум зависит от времени на глубинном уровне ум всегда просит пожалуйста еще времени не нужны дополнительные тысячи лет чтобы выйти из иллюзии которая складывалась сотни тысяч миллиона лет в книге курса чудес говорится нужно время чтобы запутать вас окончательно но не нужно времени совсем чтобы быть тем кто вы есть быть кто вы есть означает быть сущностью пребывающей за структурами обусловленного ума единственный доступ туда через маленькую дверь сейчас только здесь только посредством сила настоящего и тогда все структуры ума растворяются сила настоящего момента есть сила самой жизни самого бытия здесь и сейчас в настоящем возникает присутствие позволяющие этому моменту быть ключ в том что выживание структур ума зависит от наличия неприятелей от борьбы когда вы позволяете моменту сейчас быть иллюзии обваливаются иногда меня спрашивают можно ли создать счастье можно ли быстро провести радикальную революцию по трансформации сознания о которой мы здесь говорим и которые привязывают все древние учения можем ли мы сделать других людей счастливыми так в сущности следовало бы перефразировать задаваемый вопрос нет мы не можем сделать других счастливыми поэтому я и говорю если мы не позволяем настоящему моменту быть значит мы пытаемся своими руками создать счастье в будущем когда вы позволяете настоящему моменту быть вы не хотите никакого счастья полная противоположность деланию счастья маленькая я говорит так проявляется слабость вы ничего не сможете защитить если не будете выносить суждения и давать определение происходящему если вы не интерпретируете значит вы не знаете что происходит вы не знаете на что это похоже не знаете какую пользу можете от него получить даже при созерцании красоты тут же называние чего-нибудь связанного с ней если это цветок вы хотите его сорвать он мой все окутывается ментальным шумом вместо позволения быть потому что если всему позволить быть незамедлительно рождается тишина исчезает интерпретирование мира возникающего в уме эго протестует нет я совершенно оставлено без внимания я застряла в этом противном моменте настоящего происходящее делает меня ужасно несчастным я буду торчать здесь до конца жизни я не могу этого позволить вот почему я борюсь на протяжении двадцати лет чтобы выбраться из всего этого и вы вымрались пока еще нет но я выберусь так таким образом позволение настоящему быть ваша способность быть это ваша благодать она возникает сама изнутри когда вы перестаете быть эгоистичным я вы позволяете настоящему быть что бы ни возникало в этом моменте да хорошо чувствуйте настоящий момент каждой клеточкой тела пребывайте здесь каждой клеточкой тела каждая клеточка это сама жизнь в противном случае вы застрянете у себя в голове пытаясь реализовать на практике то что я сейчас говорю но ничего не надо делать чувствуете свою жизненность целостное энергетическое поле каждая клеточка тела присутствует настоящим не нужно никаких усилий все есть вы чувствуете это повсюду не только здесь поэтому продолжайте быть здесь целиком не только головой прикрепленной к телу будьте здесь тотально головы недостаточно чтобы позволить настоящему моменту быть целостное существо позволяет этому моменту быть голове недостаточно присутствовать в настоящем будьте здесь всем своим целостным бытием некоторые спрашивают когда я чувствую тело что я идентифицирую с ним нет это как раз способ выйти из идентификации с физическим телом и почувствовать самую сущность которая дает жизнь физическим формам и которая сама не является формой чувствуйте это человек практикующий адвайтов скажет я должен идентифицироваться с объектом возникающим в моем сознании как чувство моего тела я есть это сознание находящийся за всем да тело есть временное проявление сознания которое стоит за всем оно на какое-то время являет себя как тело но само оно не тело тело это иллюзия однако в сердцевине иллюзии есть нечто что не является иллюзией с другой стороны сама иллюзия является фрагментом реальности в противном случае ее просто бы не было почувствуйте жизненность настоящего в теле и не только в нем но и вне его но ваша ментальная история не подходящий инструмент для этого только чувство жизненности сначала внутри себя и неожиданно окружающий мир тоже наполняется жизнью вам больше ничего не нужно красота во всех формах она приходящая но бытие вне формы вы осознаете что за пределами вас бытие проявляет себя как тишина настоящего интенсивная жизненность все формы возникают отсюда и это прекрасно возникает тело прекрасно возникает мысль прекрасно тоже потому что вы больше не попадаете в ее ловушку вы тот кто допускает любую мысль таким образом ключом является тишина она такая живая и это сейчас когда мы говорим о настоящем моменте а сейчас что это означает ум говорит это ничего не значит нет такой вещи как сейчас вы можете вы можете мне ее показать есть только прошлое будущее и нечто неуловимое о чем нет смысла говорить так утверждает ум но в сейчас заключено таинство и ключ здесь то временное что мы называем сейчас нечто удивительное это в настоящий момент мы здесь пока настоящее не произошло как событие во времени оно существовало тенью в уме как предчувствие этого момента оно собиралось случиться вы знали что оно идет сюда и вскоре оно пройдет и мы будем смотреть на него как на прошлое оно станет памятью другой момент настоящего займет его место он принесет с собой возникновение других событий и феноменов вся жизнь после того как проявилась испаряется настанет день когда исчезнут люди которые помнят об этом прекрасном моменте люди уйдут исчезнет память останутся фотографии об этом событии они будут существовать какое-то время пожелтеют видеозаписи тоже имеют ограниченное время существования в конце концов все внешние проявления этого момента исчезнут окончательно но все же существует нечто что продолжает свое существование за внешними проявлениями настоящего момента нечто глубокое сама сущность жизни ваше детство ушло события прошлой недели улетучились они приходили в настоящее и они ушли то что осталось есть поле сейчас в котором разворачивается вся жизнь в виде форм за всем находится тишина что бы ни происходило рождаются мысли тишина здесь она позволяет им возникать познать самого себя как эту тишину и есть освобождение свобода свобода от форм свобода от мира свобода от своего маленького я мир предстает красотой местом где ничто не угрожает и где ничто ничего не обещает никаких обещаний что придет нечто и даст желаемое все здесь и сейчас нет ничего что должно быть дано сама суть жизни здесь ее полнота все сейчас мне бы не хотелось чтобы вы верили в мои слова как в некую идею слова лишь указатели только сейчас каждой клеточкой вашего тела вы можете почувствовать истинную жизнь ее полноту иисус говорил я хочу чтобы вы обрели полноту жизни полнота жизни пребывает по ту сторону всего что случается или не случается не имеет значения сколько времени у вас осталось в вашем существовании в виде формы не имеет значения условия вашей жизни были хорошие или плохие жизнь в своей полноте уже здесь иногда я называю ее силой момента сейчас когда вам больше не нужен мир и вы перестаете его бояться тоже вам больше не нужно будущее и вы перестаете его бояться тоже внешний мир занимает периферийное существование для реализации практических целей «давай встретимся завтра в 4 часа» окей на практическом уровне это работает за пределами этого будущее больше не обещает более глубокого самоосуществления это иллюзия она никогда не приходит вы выходите за пределы жизненной ситуации из обусловленности своего «я» вместо большей глубины где вам ничего не нужно затем в качестве небольшого подарка возникают все вещи на внешнем уровне феноменов там где раньше были только враги для борьбы жизнь становится дружественной даже на уровне феноменов почему как мы смогли изменить жизнь церковь говорит о проклятии человека многие люди воспринимают свое существование как одно проклятие за другим и вдруг это больше не происходит внешнее существование больше не воспринимается и не создается через фиктивный набор мыслей о «я» когда вы боретесь с жизнью она борется с вами принцип зеркала когда вы говорите жизни «да» она тоже говорит «да» вы обнимаете жизнь и она течет сквозь вас свободно выражает себя в формах настоящего Сознание, жизнь, Бог это просто слова жизнь движется и свободно выражает себя в формах настоящего современное человечество пребывает в состоянии обремененности самим собой из этого состояния обремененности неожиданно переживает благодать жизнь жизнь на земле просветляется тяжесть персоны уходит возникает любовь люди говорят о любви но как водится все это фикция маленькое я мечтает для счастья мне нужно то-то и то-то часто оно к ним приходит когда они в нем уже не нуждаются а может быть и не приходит дело не в этом ища Царствие Небесное не ищите внешних временных его проявлений но будьте теми кто вы есть Царствие Небесное внутри здесь сейчас все другое что вы ищите добавить само придет к вам искание подходит к концу всякий поиск подразумевает будущее даже искание большего понимания я хочу больше понять о духовности я хочу большего понимания буддизма адвайты хочу понять о чем они говорят на самом деле потребность в понимании отпадает вы уже поняли достаточно раз пришли сюда ум продолжает говорить мне нужны дополнительные знания я не могу понять что такое тишина если мне еще раз объяснят я пойму совпадает ли ваши концепции тишины с концепцией будды вы можете написать трактат тишина в духовном мире религий на 100 страницах и вы станете мировым экспертом по тишине мировой эксперт по меду который никогда не пробовал мед вполне возможно и такое вы будете мировым экспертом по концепции мед вы не просто попробовали мед вы есть мед рождается новое состояние сознания в котором мышление отходит на второй план мысли периодически будут возникать но вашему чувству кто вы есть больше нет дела до того за кого вы себя принимаете у себя в голове история ваша история прекрасна события происходят обретает формы не надо говорить я хочу забыть мою историю не сжигайте фотоальбомы это не нужно это всего лишь прежние самоидентификации вот мой прежний муж вот моя прежняя жена есть фото но больше нет стремления укрепить чувство я посредством идентификации со своей историей вот мой прежний вот что он сделал со мной никогда ему не прощу можно я еще расскажу вам о нем это означает поиск и усиление своего я посредством прошлого истории становятся моим я искание своего я в вашем прошлом оно уходит искание я в своем будущем оно уходит тоже будущее становится значимым только для практических целей заказать билеты на самолет на следующий месяц здесь будущее работает но тут нет поисков своего я если мне удастся заказать билеты туда-то или туда-то то в результате произойдет мое самоосуществление уходят поиски себя они искусственным образом усиливали чувство я вы стали собой каким вы всегда уже были сейчас ум ум спросит кто же тогда я есть шагните за порог понимания позвольте настоящему быть быть тишиной настоящее вас не осудит за пассивность это тишина хорошо когда она возникает в благоприятных условиях но иногда она наступает в условиях которые вовсе не способствуют тишине например в результате страдания как это в свое время случилось со мной тишина неожиданно возникла посреди ужасного ментального шума и внутреннего сопротивления но есть другой путь не путь страдания страдание было составной частью пути поэтому оно привело вас сюда в этом его благая роль но вы добровольно обнимаете его не будучи вытолкнутыми пинком и очутившимися в царстве небесным это сохраняет время и это устраняет время если исчезает время исчезает страдание вы можете достичь прекращение страдания во времени посредством дополнительного страдания которое делает жизнь настолько непереносимой что происходит самоуничтожение эго порождающего страдания оно не может больше вынести и саморазрушается вечное послание всех духовных учений состоит в том что не надо больше страдать бремя страдания привело вас сюда физическое страдание ужасная жизненная ситуация или незнание сколько времени у вас осталось в этой жизни никто не знает все это ведет в глубину да чем сильнее вы страдали чем ужаснее оно было тем глубже ваше да появляется великая возможность произнести такую глубокую да что нет больше не вернется никогда единая глубокая да жизни конец всех нет вы глубоко в настоящем прошлое будущее утрачивают свою значимость за исключением практических целей вы идете прямым путем настоящего иногда я описываю это как канат настоящего расцвет человеческого сознания представьте что вы идете по канату вы тотально присутствуете сейчас в каждом шаге нет маленького я когда идете по канату вы не помните своих проблем иначе вы тут же упадете даже страх следующего шага вы не боитесь следующего шага потому что есть только непосредственно шаг шаг в настоящем моменте только этот шаг каждый шаг тотальное присутствие состояние предельного и полного присутствия маленькое я растворяется все проблемы цеплявшиеся за маленькое я и таким образом поддерживавшие свое существование отпадают они не выживают в интенсивности настоящего возьмите любую проблему вашей жизни неважно насколько серьезно она выглядит и понаблюдайте как она не может выжить когда ваше внимание тотально сейчас и тогда вы становитесь тем кем вы уже всегда были самим сознанием пространством тишины настоящего который присутствует за всем личность растворяется тяжесть уходит это и есть реализация человеческого существования сейчас неважно сколь долго вы пребывали как форма несколько недель или 50 лет нет принципиальной разницы самоосуществление это самопознание кто я есть но вы никому не сможете передать его посредством ума если кто-то спросит кто вы наступит тишина странно с точки зрения ума вы стали меньше знать о себе чем прежде и это правда спонтанное объятие и говорение да состоянию незнания ничего эго пугается объятие незнания великой мощь таится в этом незнании когда наступит надлежащий момент настоящего все что вам потребуется знать проступит из внешне выглядящего как неведение все что вам нужно знать все что вам следует сделать как поступить вы узнаете в самый момент отношений ситуации проступит из состояния незнания почувствуйте себя комфортно с незнанием вы не знаете это новое состояние тишина все что нужно приходит само слова действия излучают любовь затем вы снова возвращаетесь в состояние незнания к примеру такое простое действие как прогулка в состоянии пробужденного внимания вы гуляете не как маленькое я с его проблемами вы гуляете как пространство осознавания вы смотрите на универсум на его феномены и это красота вы не привносите ментальный шум ни во что ничто не интерпретируете не обязательно знать как называется это дерево вы можете знать но это не важно ничто не вмешивается в красоту настоящего момента вы идете по улице не обремененные грузом персоны что вы видите есть чистое сознание свет свет излучается из единого источника вы смотрите глазами всем своим воспринимающим существом и вы любите все создания потому что вы создаете их вы сознание чистое свободное от форм все вокруг любит вас за это даже сама природа вы чувствуете деревья цветы любят ваше присутствие кажется все мироздание движется навстречу вам потому что в единой тотальности нет разделения между тем и этим сознание узнает само себя цветок являющийся выражением универсального сознания узнает свою красоту посредством вас таким образом сама природа обретает самосуществление посредством вас она узнает сама себя через вас и все же это формы вечное пребывает за формами возьмите настоящий момент из чего он состоит мой голос ваше восприятие пространство люди цветы освещение хорошо и еще тишина она самая прекрасная распознавание тишины прислушайтесь пробужденность восприятия присутствие пусть это возникает молчание помогает в пределе оно не нужно тишина не есть что-то внешнее молчание помогает слушать тишину но только тишина в вас может слышать тишину вовне молчание когда вы сидите здесь в зале если ум шумит тишина будет выглядеть ничего не значащей концепцией в тот момент когда вы начинаете слушать молчание возникает тишина посредством тишины вы познаете молчание тишина внутри и вовне затем вы осознаете что она всегда внутри она не может быть чем-то внешним ваше сознание всегда здесь оно проистекает из этой тишины в мире рождается совсем другое сознание любовь лежит в его основе не та любовь о которой знает эго а единое глубокое безвременное сейчас наступает безвременное измерение сознания внешне оно выглядит как событие во времени в этом его парадокс познание тишины вовне посредством тишины внутри а теперь встречайте все и всех посредством тишины возникающее измерение сознания неотделимо от тишины вносите во всю тишину будьте ей потому что вы есть тишина в открытую дверь часть 2 мы подошли к концу уикенда уикенда пробуждения интерес не много вопросов осталось в вашем уме во мозгом может чувствоваться некоторые давления это вопросы которые хотят быть заданными желание получить ответ но когда эти вопросы будут отвечены появится новое Так как каждый ответ порождает новый вопрос. Таким образом, вопросом о пробуждении не будет конца. Верно, некоторые ответы могут быть полезными. Они подводят вас к пониманию. Понять что-либо – это нам в помощь. Например, как попасть отсюда на край скалы? Нужны указатели, в каком направлении находится край. Туда или туда. Но когда вы достигаете края, указатели больше не нужны. Они превращаются в помеху. Человеческий ум смотрит на процесс пробуждения, как на оскорбление. Сущность пробуждения состоит в исчезновении потребности понимать дальше. В глубинном смысле пробуждение не имеет ничего общего с пониманием большего и большего. Допустим, достигнув всеобъемлющего понимания, вы пробуждаетесь. К великому удивлению, это шок даже для тех, с кем произошло пробуждение. Они не знают больше. Они знают меньше. Если мы по-настоящему участвуем в том, что можно назвать отречением, то это не отказ от сахара или секса, или от собственности, или чего-нибудь еще, как это обычно делают люди, чтобы стать свободными. А речь идет о более глубоком отречении. Потому что отказ от всего, что имеет такое большое значение для других, это лишь поверхностное явление. Подобные действия только усиливают идентификацию с концепцией «я». Я тот, кто отрекся. Я возродился, потому что отрекся от сахара, денег, секса, собственности и так далее. Нет, более глубокое отречение означает, я скажу об этом прямо, приготовьтесь к шоку, оно означает отказ от мысли, так как пробуждение происходит непосредством мысли, не через добавление большего к тому, что уже накоплено в вашем уме. Вы пробуждаетесь не через добавление чего-либо к своему «я», будь то материальное благо, элементальные формы, идеи, верования, различные переживания. Не через добавление больше и больше к содержанию своего ума. Не через добавление новых мыслей к тому, чем человечество, включая вас самих, уже давно оперирует и откуда проистекает чувство «я». У этих ментальных структур, с которыми люди идентифицируют свое «я», идеи, знания, опыт, память, у всего этого большая инерция. Потребность иметь больше, добавлять к себе еще, потому что умом порожденное «я» полагает, что оно еще не завершено, не состоялось. Оно нуждается в большее. И это больше, в том числе, проявляется, и как больше понимания. «Я» говорит, «я еще не понимаю цели универсума». «Я» пришло сюда, слушает наши разговоры и по-прежнему не понимает цели универсума. Как он устроен? И каково мое место в нем? Очень важный вопрос. Как насчет меня? Вот что оказывается важно. В глубинном смысле верно, это важно. Но на поверхностном уровне – все иллюзии. У ума есть потребность к накопительству. Вернее, сам ум есть эта потребность накапливать. Если вы в этот уикенд здесь, вы более-менее вышли за основную форму накопительства. Вы меньше привязаны к материальному. Но ум накапливает и ментальные формы, в виде мыслей. Поэтому он хочет идентифицироваться с новыми и новыми мыслями, идеями, понятиями. Понятие «моё». Мой особняк. Моя машина. Мысль инвестирует сама в себя. Добавляет новые мысли к уже получившемуся образованию «я». В значительной мере вы вышли за основную форму идентификации с материальным. Возможно, вы вышли из-за потребности идентификации с мыслительными формами. Например, с такой мыслеформой, как «я – великий человек». Или с мыслеформой «признание», «известность». Мир говорит. Да-да, ты такой важный. Телефон звонит круглосуточно. Все хотят поговорить с тобой. Я важный. Отличная мысль. Многие страстно стремятся к этому. Миллионы людей, особенно в западной культуре, думают о себе. Я еще не достиг известности. Однажды я сделаю это, и тогда я буду, наконец, завершенный, состоявшийся. То есть, когда добавлю еще мысленных форм к себе, еще ментальных образов, кто я есть. Другие скажут мне, кто я есть. А, вы тот-то и тот-то. Все это – приятные ментальные ярлыки. Президент того-то или того-то. Итак, оставайтесь за границами статусов. Но привычка добавлять к себе больше и больше все еще сохраняется. Только теперь она переместилась в неуловимое измерение. Например, в сферу духовных знаний, в количество прочитанных книг, пройденных семинаров, посещенных монастырей. Кто-то пришел сюда, опять-таки, следуя этим поискам больше. Добавить еще к своему «я». Желание духовного самоосознания. Предельное достижение. Если я заполучу просветление, «я стану окончательно состоявшимся». Вы ищите свою цель с помощью ума и в сфере понимания. Вы можете всю оставшуюся жизнь провести в утонченной ловушке и потребности иметь больше. Всю жизнь вы будете оставаться духовным искателем. Сама по себе это не такая уж плохая идентификация. Духовный искатель. Лучше, чем многое другое. Но искание продолжается. Состояние ненайденности длится, потому что еще не произошло отречение от мысли. Инерция мыслительного процесса проявляет себя в виде дальнейших поисков больше. Когда мы говорим об отречении от мыслей, мы не имеем в виду «я больше никогда не буду думать». Речь идет о выходе из потока мыслей, с которым вы отождествляли себя всю жизнь. О пробуждении от вашего «я». Возможность выйти из потока всегда присутствует здесь и сейчас. Вот вы в зале. Вы сидите, слушаете. Но вы можете сгорать от нетерпения. Как только он кончен говорить, я спрошу у него то-то и то-то. Что означает «то-то и то-то»? Итак, вы пребываете здесь, в поле пробужденного восприятия, в поле осознанного присутствия, в словах, которые вы слушаете, и в тех, что рождаются в вас самих. Так проявляется ваше периферийное восприятие. Вот человек. Он сидит на стуле. Вот цветы. «Я» означивает ваше восприятие. Вы воспринимаете все посредством обозначения. Навязчивая потребность все обозначать. Все, что вокруг, постоянно интерпретируется. «Я хочу знать». «Я хочу понять, о чем они говорят». Нужно преодолеть эту навязчивую потребность. Звучит, как будто бы вы делаете что-то. Будто бы вы можете выбрать, выйти из постоянного снадумания в пространство осознанности. С одной точки зрения вы можете, это верно. Но верно только с этой точки зрения. Все произносимые слова есть лишь точка зрения, потому что слова являются мыслями. Эти слова, эти мысли, ставшие словами, указывают за самих себя, как указатели. Сами по себе они не так уж и значимы. Представьте себе собаку, которая все время смотрит за указательным пальцем своего хозяина. Ее взгляд прилип. «Туда, туда, я бросил туда!» Но собака продолжает смотреть на руки. Если вы не можете выйти за пределы указателей, вы вернетесь домой с некоторым добавочным их количеством. И, конечно, будете чувствовать, что этого недостаточно. И так верно, что вы можете выбрать выйти из аутентификации с потоком мышления и присутствовать в настоящем. Да, с одной точки зрения это так. Но другие люди в этом городе, которые не пришли сегодня сюда, если бы они оказались здесь, они бы удивились, «О чем они тут говорят?» Какая-то ерунда. Бывает, моя книга «Сила настоящего» попадает в руки к тем, кто еще не готов. Иногда я получаю письма, где мне сообщают, что в книге отсутствует смысл. Поэтому, когда я говорю, что вы можете выбрать выйти из потока, это истина не для всех. Но как такое может быть? Вы можете, а кто-то другой, который сейчас вовлечен в другую деятельность, не может этого сделать. Да он тоже может, но он еще не знает, что может. Яблоко еще не созрело. Здесь проявляют себя языковые ограничения. Потому что в конечном счете не вы делаете. Это способ выражения. К тому же, когда вы чувствуете, да, я могу выйти из идентификации с мыслями и опытно пережить мир, в котором могу быть без потребности думать. И это все еще мысль. Но при этом вы можете подобное делать, потому что это уже происходит здесь и посредством вас. Оно хочет произойти. Так проявляет себя эволюция человечества. Говоря, что вы можете выйти из идентификации с ментальным шумом, с концепциями, с поиском своего «я», говоря это, вы реально чувствуете. Да, необусловленное сознание здесь. Оно хочет проявлять себя посредством этих форм. Если оно не захочет, вы ничего не сможете сделать, потому что вы неотделимы от него. Только на языковом уровне создается разделение. Так проявляется обусловленность языка. Поэтому, чтобы мы здесь не говорили, не принимайте это как абсолютную истину. Не верьте славам, тому, что они говорят обо всем этом. Итак, внутренний сдвиг от мыслей к осознанности, к присутствию. Мысли будут возникать, но они утрачивают свою важность, потому что вокруг них пространство. Чудо, которое происходит сейчас со многими из вас, вы присутствуете здесь больше как пространство осознавания, нежели чем персон. Вы смотрите на эту комнату, слушаете мой голос, позволяете всему быть как есть, без ментальных комментариев. Вы смотрите на цветы, вы воспринимаете их через тишину, пробужденное, осознающее безмолвие. Оно проистекает из разумности более великой, чем ограниченный человеческий ум, который представляет собой, лишь незначительный аспект единой разумности. В вас возникает бесконцептуальная разумность. Происходит то, что Кришна Мурти назвал пробуждение разумности. Она здесь, когда вы отказываетесь от мыслей, когда они отходят на второй план. Мысли по-прежнему возникают, когда они нужны. Прекрасно, нет проблем. Но когда в мысль инвестируется чувство «я», мысль становится проблематичной. Чувство «я», которым живет каждый человек, само в себе проблематично. Нельзя отделить проблемы от «я», они непроявленно присутствуют вокруг умом созданного «я». Мысли есть проблемы. Жизнь в проблемах. Вы переживаете жизнь как проблему, потому что по большей части вы живете в прошлом или в будущем. Проблема там. В настоящем моменте нет никаких проблем. Таким образом, чтобы выйти из потока мыслей, не инвестируйте «я» в появляющиеся мысли. Все устроено так-то и так-то. Спроси меня, я вам скажу, что есть на самом деле. Можно глубоко окопаться в мыслях и сказать «это я». Люди не видят мыслей, не видят, что они есть, что они есть суждения. Они есть то, что смотрит на других неодобрительно. Так укрепляется чувство собственного «я». Вы есть мысли. Выход из потока мыслей – это великое освобождение. Это отречение. У некоторых наступает отказ от мыслей, когда они больше не могут их выносить, и в конце концов отбрасывают их. Отказ от мысли означает отказ от прошлого и будущего, за исключением необходимого для практических действий. Исчезает озабоченность собой, своим будущим, своими размышлениями о произошедшем в прошлом, о том, что случится со мной или что не случится. Отказ от всего этого и признание, что прошлое и будущее – это мыслительные и формы, не более. Сами по себе они не существуют. Время, которое есть прошлое и будущее, не существует, кроме как мысль. Вы никогда не встретитесь с прошлым, не потрогаете его, не увидите его, но люди живут в прошлом. «Как можно жить в прошлом?» На это место, где человек живет уже тысячи лет, хотя, конечно, на самом деле все живут в настоящем. Пока вы не подумали о прошлом, его нет. Мысль создает прошлое, но сама мысль рождается в настоящем, из полноты настоящего, которой есть само сознание. Что оно? Оно настоящее, необусловленное чистое сознание само в себе, первоосновная разумность. Из нее возникают мысли, обусловленное сознание в виде мыслеформ. Затем мысли становятся материальными формами. Итак, мысль является объектом сознания. Чувства, мысль, эмоция – все они объекты. Предположим, вы воспринимаете то, что вы называете цветок. Образ проецируется на сетчатку глаза, преобразуется в нервные импульсы, реконструируется в мозгу, который даже великим докторам неизвестно, как работает. Возникает мысль и образ цветка. Это та же форма в виде мысли. объективированные сознания и сознания не имеющие формы. Многие люди идентифицируют себя с объектами сознания. Они не знают себя, как стоящее за всем пространство, пространство сознания. В конечном итоге мысль есть объект сознания. Жизнь большинства людей состоит из мыслей. Они озабочены ими. Мысль это разновидность материальной формы, но этот факт заслоняется обычными материальными формами. Существование большинства людей поглощено материальным. Это применимо и к бедным, и к богатым. Бедные озабочены материальным, потому что у них его недостаточно для удовлетворения нужд тела. Богатые озабочены им, потому что ничто никогда не бывает достаточным для «я». Нужно еще. Бессознательное желание еще. Все рождающиеся в мозгу объект, мыслительная форма, переживания, опыт, знания, одно возникает за другим. Затем вы решаете выйти из идентификации с мыслями. «Как это сделать?» спрашивает мысль. «Дайте мне технику», говорит другая мысль. «Окей, вот семь шагов, на которые потребуется семь лет. Если бы вы услышали от меня это, Ум, возможно, был бы более доволен. Вы бы вернулись домой и на вопрос «где ты был?» «Чему научился?» вы бы ответили «Я узнал семь шагов, и мне понадобится семь лет». «О, как здорово, ты не зря потратил деньги». Ум доволен, что ему дали время. Ум нуждается во времени, он любит его, он ожидает его. Ум будет фрустрирован, если сидите здесь на вопрос «Как?» вы услышите «откажитесь от мыслей», что по сути означает «откажитесь от времени». Чтобы было проще понять, можно было бы сказать «откажитесь от следующего момента», потому что в жизни вас больше интересует следующий момент, чем настоящий. «Откажитесь от необходимости в следующем моменте». «Преодолейте психологическую потребность, что дальше, и будьте целиком здесь, с тем, что сейчас». Целиком позвольте этому драгоценному моменту быть. Драгоценному не потому, что он мимолетен, нет. Это поверхностное суждение. Иногда говорят «Настоящее так мимолетно, оно скоро исчезнет, надо покрепче запомнить его, запомнить, давайте сфотографируем его». Оно ценно не поэтому. Настоящее не мимолетно. Формы, которые оно принимает сейчас, мимолетны. Они возникают и исчезают. Когда вы входите в настоящее всем своим вниманием, вы отказываетесь от следующего момента. Возникает совсем другое качество бытия. Вы становитесь настоящим, тем, что есть, вместо того, чтобы отрицать его, бежать от него, превращать в средство для достижения чего-то еще. В этот момент ум исчезает. И вы осознаете, как обширно пространство внутри вас. И насколько относительно незначимо все в мире объективированного сознания в сравнении с глубиной, с пространственностью в вас. тишина. Насколько относительно неважна любая мысль, приходящая на ум. Относительно неважно. Как относительно неважно, что произошло или не произошло. Вы видите относительность всего в сфере объективированного сознания, в сфере предметов. Окей, неплохо жить в красивом особняке. Иметь маленькую комнатку тоже может быть неплохо. Однако, если вы не открыли измерение с объективированным сознанием, то даже живя в особняке, сам особняк не очень много вам даст. Но если вы нашли то, маленькая комнатка или особняк не так уж и важно, потому что в пространстве настоящего заключена такая жизненность, что не такая уж разница, что вокруг вас и куда вы идете. Все становится относительно ценным, а не абсолютно. Универсум вокруг вас превращается в игру. Формы приходят и уходят. Переживания, различные обстоятельства приходят и уходят. Вы укоренены в настоящем, в бытии. Вы укоренены в себе. В этой полноте сейчас полнота самой жизни, потому что прежде чем жизнь станет мыслью, прежде чем жизнь станет объектом, прежде чем она станет формой жизни, она и жизнь, сознание, обозначьте это любым словом. Знание, кто я есть, означает окончательное освобождение. Что такое освобождение? От чего вы хотите освободиться? Вы освобождаетесь от мира мысли, от навязчивого, всепоглощающего думания. Вы освобождаетесь от времени. Оно тоже навязчивость, которой вы поглощены. Вы освобождаетесь от тяжести своего «я», от того, что Будда называл самость. А ключ в том, чтобы немного открыться в пространство сознания. И это не научная фантастика. Пространство сознания внутри вас, необусловленное сознание. Когда я поглощен обусловленным, объективированным сознанием, я осознаю себя истинного, как пространство. Подобное сознание не возникнет, если вы попытаетесь сбежать от этого мира, мира форм, мира объектов. Нужно позволить любым формам, в которые облекается настоящий момент, внутренне позволить им быть такими, какие они есть. Вы почувствуете, что вокруг того, что есть, возникает пространство. Вот произошло событие, которое расстроило вас, вызвало гнев, раздражение. Вы говорите ему «да», потому что оно уже есть таково, как есть. Неожиданно вокруг события возникает пространство. Это удивительное обнаружение пространства вокруг вещей. Почему я должен позволя всему быть? Потому что оно уже есть. Событие произошло. Нет, этого не должно было случиться. Но так есть. Он говорит, ничто не изменится, если позволить настоящему быть таким, какой оно есть. Глубинная правда в том, что если я внутренне против настоящего момента, то действительно на внешнем уровне ничего не изменится. Потому что старое сознание по-прежнему здесь. Оно держится за свое место, эгоистическое сознание, сознание, идентифицированное с умом. Объективированное сознание старается удержать свои позиции посредством борьбы с тем, что есть. Как я могу оспаривать таковость настоящего момента, если я понимаю, что целостный космос внутренне взаимосвязан. Физики знают это. Ничто не происходит изолированно. Все связано с целым. Внутри целого все обретает смысл. Многого вы не понимаете. Почему эти бессмысленные вещи происходят? Вам кажется, что они не должны происходить. Их нельзя понять умом. Почему целое привело к тому, что они произошли? Потому что человеческий ум не в состоянии справиться даже с фрагментом целого. Почему-то априори считается, что человеческий ум в состоянии понять универсум и объяснить его словами, используя всего семь гласных звуков А-Е-И-О-У-Ю-Я. Другие звуки согласны. Они возникают, когда струя воздуха проходят через речевой аппарат С-Ц-Ш-Щ. И вы полагаете, что этим можно что-нибудь объяснить? Сам универсум? Полезнее отказаться от попытки понять универсум. Но мы можем чувствовать его. Буддизм и другие традиции человеческой мудрости, недавние открытия на молекулярном уровне, атомная физика, все говорят о внутренней взаимосвязанности всего со всем. А мы не можем понять, как, каким образом. Однако мы можем почувствовать, да, в пределе есть только единый универсум. Единый, о котором Бундак говорил, как о нерожденном, несозданном, непроявленном. Универсум единое, одновременно непроявленное и проявленное вместе составляет единый организм. Одна из клеток этого организма – человечество. Человечество само, в свою очередь, является единым организмом, и то, что люди делают друг с другом, похоже на его расстройство. Универсум есть единый организм, и что бы ни происходило, все занимает свое место в общей тотальности, даже если это выглядит совершенно непонятно. Так и бывает. Когда мы спрашиваем, почему это происходит, нужно увидеть неизбежностью то, что есть. внутри контекста целого увидеть неизбежность возникновения множества форм, в которые облекается настоящий момент. Например, ваша жизнь. Что в ней происходит? Могло не быть по-другому? Конечно, когда что-то уже произошло, возникает смутное понимание. И то, если вам повезет. Некоторые могут переживать нечто негативное, непонятное, что жизнь проделывает над ними. Серьезная болезнь, потеря всего состояния. Я не понимаю, я ходил в церковь каждое воскресенье, а в результате все потерял. Я больше ничего не понимаю. И только годы спустя, во время медитации, неожиданно. Вау! Если бы тогда этого не случилось, я бы по-прежнему корпел в том офисе. И это было бы самым ужасным в моей жизни. Я бы никогда не вышел за пределы обусловленности. Иногда случаются такие озарения, но чаще вы не понимаете, почему. Интересно наблюдать за неизбежностью возникновения форм настоящего момента. Если вы внутренне не сопротивляетесь им, вы больше не уловлены в тюрьму форм, которые принимают данный момент. Очень часто это выглядит как ограничение, накладываемое на вас, и поэтому люди хотят сбежать из настоящего момента. Что я делаю, сидя здесь, в этом офисе, в этом месте, в этих отношениях, в том, в этом? Какую бы форму ни принимал настоящий момент, встраивайте себя в него. Когда вы делаете это, на самом деле вы ничего не делаете, это иллюзия языка, что вы что-то делаете, вы целиком позволяете себе быть в том, что есть, и это совсем другое, чем установка ума, так, нужно что-то делать, ничего не делайте, все таково, каково оно есть, всегда, признайте это, никакого делания, все таково, каково оно есть, вы согласуете себя с моментом, вы не боретесь с формами. Когда вы боретесь с формами, иллюзорное «я» укрепляется, «я» построено на мыслях, оно черпает силы из реакции против того, что есть. Иллюзия «я» укрепляется посредством борьбы с тем, что есть. Вся ваша жизнь, по сути, есть сопротивление ситуациям, несогласие с чем-нибудь. Так не должно быть. Реакции «посмотрите, как разбухает «я». Посмотрите на сердящихся людей, живущих в постоянной оппозиции тому, что есть. Весь универсум против них, а они против него. Мир враг. Они ищут, из-за чего расстроятся в следующий раз. Понаблюдайте, как они накачивают свое эгоистическое «я». Реактивное состояние, борьба, привычка мысленно жаловаться. Каждый раз, когда вы жалуетесь, вы укрепляете идентификацию с «я». Каждая жалоба подразумевает, что вы правы, а то, на что вы жалуетесь, нет. Ситуация, человек, место. Вы чувствуете превосходство над тем, на что вы жалуетесь. Ментальное «я» постоянно накачивает себя энергией. Но один источник быстро иссякает. Нужно что-то следующее. Можете понаблюдать за собой или за другими, в других это заметить проще, как с каждой жалобой растет значительно себя. Воображаемое превосходство «я» в сравнении с тем, на что вы жалуетесь. Конечно, этот мир не лучшее место, но жалобы не помогут. Некоторые жалуются на все человечество. Люди такие бессознательны. Боже, они должны быть лучше. Но тени становятся от этого лучше. Борьба лишь усиливает мысли, укрепляющие «я». Сёранде, приятие, позволение момента настоящего быть в форме, которую он принимает. Все меняется, только момент настоящего не меняется, остается всегда настоящим. Действия, проистекающие из «нет» и действия, проистекающие из «да». Совсем другое качество действий. Они проистекают из восприятия. Ладно, всё таково, каково оно есть. Я здесь, в кармане две монеты, сыра, в желудке пусто. Таков момент настоящего. Вы идёте за его форму и неожиданно в огловине его обнаруживаете покой. Красота есть даже в этом моменте, в формах этого момента. потому что красота не форма. Она приходит из глубины, из неимеющего формы. Неимеющие формы, которым вы являетесь, есть сама жизнь. Вы узнаёте это непосредством отрицания форм, но через приятие их. Таким образом, магическая формула состоит в том, но она не будет работать, если останется просто мыси. магическая формула состоит в том, что обстоятельства, которые, кажется, ограничивают вашу жизнь, это тайный проход в неимеющие формы. Условия, которые стесняют вас, являются порталом в необусловленность, в безграничность. Вот кто вы в своей сущности. посмотрите, в чем жизнь ограничивает вас, в какой сфере вы чувствуете себя униженными. Отношения с людьми, социальные структуры, ситуация дома или на работе, все что угодно. Каждый человек чувствует, что жизнь ограничивает его. Вы можете заметить свое привычное сопротивление этому. Посмотрите, что произойдет, если вы отпустите сопротивление тому, что есть. Попробуйте. Посмотрите, что произойдет, если вы отпустите нет этому моменту. Вы удивитесь, как быстро все изменится, как быстро подвешенное состояние разблокируется, когда у вас получится сюранде. У некоторых из вас уже есть собственный опыт, как быстро вы становитесь свободными, но непосредством стремления достичь необусловленности в будущем, а через отказ от внутреннего сопротивления ограничений. С глубоким приятием того, что есть, приходит нечто, обозначаемое словом, которое я обычно избегаю, потому что оно легко становится мыслеформой и может быть неправильно использовано. С приятием того, что есть, приходит любовь. Вы любите то, что есть. Вы не говорите «люблю», вы лишь позволяете быть любым формам, которые принимают настоящее. И рождается любовь. Таким образом, секрет состоит в том, чтобы не поворачивать назад в ограничении и не стремиться достичь некоторой точки в будущем, где вы почувствуете себя свободными. Некто размышляет над своей жизненной ситуацией. например, ваше тело больше недееспособно. Врачи говорят, что осталось не более двух месяцев. Эти экстремальные ограничения являются наиболее действенным условием для открывания себя настоящему в пространство того, что есть. У жизни может быть одно большое неблагополучие. нечто, что вы называете «мой крест». Нечто, очень обременяющее вас и выглядящее ужасной несвободой. У большинства из вас множество мелких проблем, это тоже хорошо. Но одна большая проблема работает лучше. Вам повезло, если у вас есть нечто абсолютно неизбежное, такое, что никто не может помочь вам его избежать. «Ладно», говорите вы, говорит ваш ум. И тогда происходит сёранде. Большинство из вас имеют дело с маленьким сёранде, с ограниченным приятием того, что есть. Что такое маленькое сёранде? Это небольшой сдвиг от «нет» к «да». Таким образом, степень сёранде – это индикатор глубины знаний того, что есть. Вот вы замечаете «а, что-то не так». Вы спрашиваете «что?» Затем смотрите на то, что есть. Приятие означает, что вы больше не судите. Вы позволяете быть. Поле внимания, пространство осознавания, сущность вашего бытия. Она всегда была здесь, но нераспознанная. Сёранде это не что иное, как принятие момента сейчас таким, какой он есть. Никакой другой духовной практики не требуется. Если вам нравятся какие-то другие техники, тоже хорошо. Но все они в конечном подводят к одному и тому же. Почему же тогда не делать это прямо сейчас? Какая красота в приветствии единственной вещи, которая есть сейчас? Какая красота в приветствии формы, какую принимает настоящий момент, какой бы она ни была? И наступает осознание себя, как нечто, что находится глубже уровня форм. Безмолвие, мир, пространство. Настоящее это не то, что происходит, а пространство, в котором все происходит. Вы есть это. Если вы посмотрите ночью на безграничность пространства, на его бесконечную глубину, это внешнее проявление кто вы есть. О, хорошо, как просто. В своей основе весь мир – это пространство и вещи в пространстве. Что может быть проще? Мир состоит из пространства и вещей в нем. Или так, вещи в пространстве есть мир. А пространство это то, что находится за всем. За всем, что может назвать слово. Если вы посмотрите чувством, то чем является эта комната? Предметы, люди, стулья, цветы, освещение и еще пространство. Как правило, пространство не замечается. Так же, как обычно, не замечается внутреннее пространство. Тишина за шумом. Внутри вас невероятное пространство. Вы мост между объективированным миром и не имеющим формы, необусловленным едином. Вы двигаетесь в этом мире, взаимодействуя с формами. Вы форма тоже. Мысли периодически возникают, вы взаимодействуете с другими формами, игра форм не прекращается вокруг вас, а вы укоренены в не имеющем формы. Это и есть душевный мир, покой. Мир игра форм вокруг вас. Выглядит как парадокс, но ничто в мире форм не имеет большего значения, чем это. Нечто, чего нет в этом мире, сияет через эти формы, в мир, не имеющие формы. Наступает прозрачность вместе с приятием того, что есть, и необусловленное сияет в мир форм. Мир для вас становится более благодатным. Не то, чтобы мир форм теряет свои характеристики дуальности. Он полярен. Всегда есть противоположные условия, в которых некоторые формы не выживают. Верх-низ, тепло-холод. Но проявление противоположностей становится не таким жестким. Можно сказать, любовь приходит в этот мир, хотя она никогда и не покидала его. Это то, как меняется мир. Но вас уже больше не волнует, меняется он или нет. Если вы принимаете то, что есть, уходит нужда, чтобы мир менялся. И тогда он меняется. В том числе и ваш индивидуальный мир, ваша жизненная ситуация. Она должна измениться. Хорошо. Но сначала примите то, что есть. И затем посмотрите, что произойдет. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал Обучения и Саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова